По правую сторону карьера – живописные виды, а по левую – свалка. Десятилетиями сюда сваливают мусор. Найти тут можно все – пластиковые ведра и детские вещи, старую сантехнику и мебель, деревянные доски и бетонные перекрытия. Уже больше недели на этом месте работает спецтехника – грузят и вывозят тонны отходов. С начала лета Первоуральский экофонд дал старт компании по ликвидации несанкционированных мусорных свалок в городском округе. Сейчас в общем реестре их насчитывается 82. В этом году финансирование у нас из бюджета на несанкционированные свалки было предназначено порядка 10 миллионов. В приоритете, конечно, это те свалки, которые были выявлены ранее, и в этом году мы начинаем ликвидацию именно с них. Мы планируем вывести 18 тысяч кубических метров. Объем работ запланирован большой. Свалка на Галкинском карьере – это почти тысяча кубометров мусора. Такой объем работники компании ТБО «Экосервис», которая в рамках муниципального контракта убирает свалку, будут вывозить до конца июня. На сегодняшний день, грубо говоря, за неделю, с начала месяца вывезено 400 кубов. Здесь объем колоссальный, как мы видим. Мало того, что это в этой местности, он еще и растягивается по периметру карьера. Есть бетон, есть какие-то неподъемные вещи, тяжелые. Есть, что где-то свалено в оврагах, то есть оттуда приходится доставать. Все, что собирают на стихийных свалках, вывозят на мусорный полигон в Ревду. Несмотря на распланированную работу, сбор сведений о новых нелегальных местах скопления мусора в Экофонде продолжается. Информацию следует отправлять на электронную почту Экофонда и обязательно прилагать фотографии и указывать координаты места свалки.